Брайан Дзембек 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 удобном случае, но всерьез ее никто не воспринимал. Но в конце 1996 года жизнь Зембика изменилась. Все тот же верный товарищ Джобо посоветовал Брайану приобрести несколько акций одной компании. Неделю спустя падение фондового рынка привело к потере Зембиком нескольких десятков тысяч долларов. Незадачливый бизнесмен был зол на друга и на свое тяжелое финансовое положение. Такая потеря финансов заставила Зембика вернуться к спору, рассматривая его условия всерьез. Но Джобо ему отказал и не согласился на спор, заявив, что уже слишком поздно. Для решения проблемы был создан арбитражный совет, состоящий из игроков. Они договорились о собрании в китайском ресторане для подробного обсуждения ситуации и вынесения общего решения об актуальности пари. Для вынесения решения хватило 5 минут. Собрание одобрило спор и вошло в историю под названием «Женский трибунал». Посетив пластического хирурга, Зембик узнал, что стоимость операции составит всего 4,5% от вознаграждения, то есть 4,5 тысячи долларов. Но так как по фатальной случайности хирург также оказался азартным игроком, жадный Брайан Зембик, не желающий отдавать и 4,5% от суммы выигрыша, предложил хирургу сыграть в нарды и выиграл бесплатную операцию. Зембик прожил с имплантами целый год. По окончании 13 месяцев это уже стало казаться странным. По истечению 16 месяцев он все равно не снял импланты, чем по праву заслужил свои деньги. По словам Зембика, он и не представлял, что все так обернется, когда заключал пари. Вышла даже книга Майкла Конника «Парень с грудью за 100 тысяч долларов», главным героем которой был Брайан Зембик. Это послужило для героя еще одним способом заработка на своей уникальной внешности. В настоящее время Брайан Зембик жив, здоров и наверняка заключает очередное пари. Хирурги пока не соглашаются на извлечение имплантов, так как сердце пациента может не перенести операцию. Слишком велик процент летального исхода. Операция станет возможна через 5-7 лет и только в случае укрепления сердца аэробной нагрузкой. В результате Брайан так и остался жить с имплантами и даже вполне доволен, потому что теперь производит большое впечатление на женщин и некоторым это очень даже нравится. А жена Брайана Анита совершенно не против и даже довольна достоинством мужа. Субтитры создавал DimaTorzok